здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня такой практический вопрос может быть не каждый человек с ним сталкивался но для многих это может быть важным как правильно вести себя с человеком который говорит без умолку ну если у вас есть возможности это не ваш близкий человек то можно и вас это действительно напрягает то нужно держаться от этого человека подальше и общаться с ним пореже можно прямо ему об этом сказать опять таки но если у вас есть такая возможность здесь же все как всегда упирается в наши возможности представьте себе что это ваш начальник который говорит без умолку конечно не можете сделать ему замечание конечно не выбираете сколько как ему общаться если для вас это совсем обременительно ну конечно в некоторых ситуациях можно уволиться или поменять работу но это тоже не всегда возможно и тогда остается терпеть и читать про себя иисусову молитву но это не всегда начальник иногда это люди которым нужна наша поддержка мне достаточно часто приходится сталкиваться ситуации когда без умолку говорят одинокие старые и больные люди например по телефону рассказывая о своих проблемах болячках и те кому они звонят уже не могут этого терпеть не могут этого переносить потому что там действительно там час иногда приходится просто выслушивать мысли которые идут по кругу одни и те же здесь необходимо оценить насколько то что вы будете слушать этого человека является важным значимым для него я всегда советую в этой ситуации ограничить все-таки время общения заранее решить для себя что я готов 20 минут например выделить для того чтобы человека выслушать утешить что-то ему ответить даже если он не будет тебя слушать а просто ему нужно выговориться как сейчас говорят ну пожертвуйте этими 20 минутами для того чтобы и да может быть вы не можете это делать каждый день решите для себя заранее чтобы это вас кстати вот это важный момент если вы уже знаете раз задаете вопрос что есть такой человек с которым вам тяжело общаться ну например он говорит безумно но это может быть какая-то другая причина но не общаться с ним по тем или иным причинам вы не можете или не хотите совсем допустим ваш нравственный долг христианина побуждает вас все-таки с таким человеком общаться или есть какие-то внешние обстоятельства попытайтесь составить график исследовать этому графику мы люди так устроены что то что у нас запланировано то что у нас в графике она причиняет нам гораздо меньше неприятностей внутренних чем то что сваливается нас как с ним на голову и то чего нам кажется можем избежать человек готов ходить на нелюбимую работу стоять у конвейера или делать еще что-нибудь восемь часов в день пять дней в неделю просто потому что у него это в графике и это его обязанность он будет ходить будет это делать так и здесь внесите этого человека в график выделите ему раз в неделю 20 минут или полчаса и выполняйте этот свой долг как работу как послушание как служение называйте это как хотите данные вам господом и ставьте будильник вот когда будильник прозвенит говорите этому человеку извини вот будильник прозвенел я должен прекратить этот разговор может быть заранее вы предупреждаете что вы ограничены во времени вот через 20 минут у вас запланировано какое-то другое мероприятие не думайте показаться плохим в его глазах не думайте что вас кто-то осудит и даже если вас осудит это все-таки осуждение это не ваш грех а это грех того человека который будет вас осуждать поэтому определите для себя заранее насколько необходим этот разговор выделите для этих разговоров специальное время запланируйте его и ставьте будильник внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео